Беседа 47, Бытие 22.1 Много полезного для нас заключается в сегодняшнем чтении из Писания, и неизреченное сокровище сокрыто в этих кратких словах. Таковы божественные изречения, не во множестве слов, но в кратких выражениях содержат великое богатство. Итак, исследуем указанные слова Писания и тщательно изучим смысл нынешнего чтения. Здесь мы увидим новые примеры и великой добродетели Праутса, и дивного человеколюбия Божия. И было, после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, посмотри, как божественное Писание уже в этих самых словах хочет открыть нам добродетель праведника. Намереваясь поведать нам об искушении, наведенном от Бога на Авраама, Писание предварительно хочет указать нам самое время, в которое Праутсу дано было повеление принести в жертву Исаака, чтобы ты полнее знал великое послушание Праутса, и то, как он ничего не позволял себе почитать выше угождение Богу. И было, после сих происшествий, после рождения Исаака, Сара, видя близкое обращение Измаил с Исааком, как мы вчера об этом беседовали с вами, вознегодовала на это и сказала Аврааму, изгони рабу и сына ее. А Праутсу показалось это жестоко. Тогда Бог, желая утешить праведника, сказал ему, послушай, Сару, жену твою, и сделай так, как она говорит тебе. Все данное ему от Бога обетование и благовесие состояло в том, что потомки Исаака размножатся великий народ. Питаемый этими надеждами, праведник приближался к концу своего поприща, как бы уже получив возмездие за столь великие и непрерывные скорби и искушения. Уже достигнув, наконец, спокойствия, он видел перед глазами своими преемника, который должен был наследовать ему. Таким образом, говорю, жил в мире праведник, вкушая плоды величайших для себя утешений. Но ведущие сокровенные помышления, желая показать нам всю добродетель праведника и ту великую любовь, какую он имел к Богу, после столь великих обетований, особенно после нового, недавно бывшего в Исааке наречется семя, которое было еще в свежей памяти, когда Исаак пришел уже в возраст и находился в самом свете лет, и любовь к нему отца, видимо, более и более усиливалась. Тогда-то именно после тех слов обетования, после того, как было сказано в Исааке наречется тебе семя, и он будет твоим наследником, после того искушал Бог Авраама. Что значит искушал? Не то, будто Бог это делал по неведению, А он подверг правцу искушение для того, чтобы и тогдашние современники, и потомки его до настоящего времени научились, подобно правцу, иметь такую же любовь к Богу, и оказывать такое же послушание по велениям Господним. И сказал Бог, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Что значит здесь повторение имени? Это знак великого благоволения Божия к правцу. И такой зов давал ему разуметь, что Бог хотел повелеть ему нечто особенно важное. Таким образом, усиленным призванием, побуждая его усилить свое внимание, и тщательно выслушать глагол Божий, Бог говорит к нему, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Повеление слишком тяжкое. Дело, превышающее силы природы человеческой. Посмотри, как самые эти слова, только больше, воспламеняли и усиливали огонь любви, какой питал праведник к Исааку. Возьми сына твоего, возлюбленного, единственного. Каждое слово само по себе достаточно было к тому, чтобы потрясти душу праведника. Не сказал Бог просто Исаака, но присовокупил сына твоего, которого ты получил сверхсяк в отчаянии, и родить мог в самой глубокой старости, которого любишь ты, вожделенного твоего, которого ты так крепко любишь, Исаака, которого чаешь иметь своим наследником, от которого я обещал размножить потомство твое, и размножить столько, что число его сравняется со множеством звезд и с песком на берегу моря. Итак, этого-то самого сына ты возьми, и пойди в землю моря, и там принеси мне. Для меня удивительно и то, как только мог праведник выслушать эти слова. Этого самого сына, говорит Бог, столько для тебя, вожделенного, принеси мне во всесожжение на одной из гор. Что же праведник? Он не смутился духом, не поколебался в мыслях, не пришел в недоумение при столь странном повелении, не стал размышлять или рассуждать сам с собой так, что это значит? Тот, который сверх всякого ожидания даровал мне помощника, по своему человеколюбию оживотворил омертвевшую утробу Сарры, теперь, когда сын мой уже воспитан, возрос и находится в святущих летах, он повелевает мне умертвить, чадо мое, и принести во всесожжение. Тот, кто недавно сказал мне, в нем наречется тебе семя, теперь требует противного. Как же испомнится данное им обетование? Как возможно, чтобы от усеченного корня произросли когда-нибудь ветви, или от срубленного дерева произошел плод, или из сушеного источника проистекли реки? По человеческому суду это быть не может. Впрочем, для воли Божией все возможно. 520. Ничего, однако, ж подобного не подумал этот праведник, но как благородный домочадец, он оставил всякое человеческое рассуждение, и только об одном заботился, чтобы исполнить повеление. Он стал как бы чужд в человеческой природе, и всякое сострадание, и любовь отеческую поставил ниже повелений Божьих, поспешил приступить к исполнению их. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколов дров для всесожжения, и став, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Заметь, как человека любезу Господь самым расстоянием места искушает добродетель праведника, представь себе, что должен был вытерпеть праведник в течение трех дней, размышляя сам с собой о данном ему повелении, о том, как он должен собственными руками заколоть столь возлюбленного сына, а между тем, никому не мог сообщить об этом деле, и поделись боголюбивой и мудрой душе его. Понимая всю важность этого повеления Божия, он решительно никому не открывает его, ни рабам, ни саму Исааку, но один сам с собой совершает этот подвиг и остается несокрушим, как адамант, показав все мужество своего духа, немного размышляя, а с полной готовностью повинуясь мановению Божию. По прибытии к указанному месту, на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И заметь, и здесь великое благоразумие праведника. Он хотел вскрыть свое намерение, даже от слуг своих, во всем показывая пламенное усердие и решительную готовность исполнить волю Божию. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Он знал, что это дело было новое и необычайное, и что прежде его никто другой не делал ничего подобного, и потому скрывает его от рабов и оставляя их с ослом, говорит здесь, подождите, останьтесь. Он говорил это не зная, что будет так, но пророчествовал, вероятно, сам того не зная. А слугам говорил так, конечно, для того, чтобы скрыть от них настоящее дело и заставить остаться на том месте. Затем правотец отошел к сынам, с сыном. Взял, говорит Авраам, дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Какое мужество духа! Какая твердость воли! И возложил, говорит Писание, на Исаака дрова для всесожжения, а сам взял нож и огонь и пошли оба с сыном вместе. Какими глазами смотрел он на своего сына, несшего дрова, на которых он спустя немного должен был принести его во всесожжение. Как руки его могли держать огонь и нож! И между тем, как в руках он нес огонь чувственный, внутренний огонь, воспламенял его сердце и сокрушал всякие возникавшие в нем помыслы, возбуждая в нем решимость победить настоящее искушение любовью к Богу и заставляя размыслить, что тот, кто дал ему возможность сделать отцом даже сверх сил человеческой природы, может и теперь совершить дело, превышающее разум человеческий. Посмотри, однако, как еще прежде, огня чувственного мало-помалу воспламенялся в нем огонь внутренний и пожигал душу праведника. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Одного этого слова достаточно было для того, чтобы потрясти всю внутренность праведника. Ты называешь отцом того, кто немного спустя будет уже бесчаден. И я называю своим сыном того, кто скоро должен зайти на жертвенник, кого я сам буду заколать собственными руками. Сын говорит, вот ты несешь огонь, а я дрова. Где же жертва, назначенная для принесения Богу? Представь себе здесь всю муку праведника. Как он мог переносить, что слышал? Как мог отвечать сыну, как не поколебался духом? Как мог скрыть от сына и не обнаружить предстоящего дела? Но с твердой мыслью и с мужеством духа он отвечает сыну своему. Богу смотрит себе агнца для всесожжения сын мой. И шли далее оба вместе. Посмотри здесь, как он опять предвещает будущее, сам того не зная. Таким ответом он думал скрыть от Исаака истину. Но сына этими словами он на время успокоил, а сам между тем претерпевал еще большую и сильнейшую скорбь. Размышляя об этих самых словах, смотряя на телесную красоту сына и на благообразие душевное, его послушание, привлекательность и самый возраст его цветущий. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего, Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Пришли, говорит Писание, на высокую гору, которую Бог показал ему. Опять я изумляюсь мужеству праведника. Как мог он создать жертвенник? Как достало у него для этого сил? Как не сокрушился духом от внутренних страданий? Но вот он и жертвенник возник, и дрова на него положил, и Исаака. Не оставим возлюбленное этого рассказа без внимания, Но подумаем, как не покинула тело душа правца. Как достало у него сил собственными руками связать и возложить на дрова возлюбленного, дорогого его сердцу, единородного сына. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. 522. О, душа боголюбивая! О, дух мужественный! О, любовь крепкая! О, разум, побеждающий человеческую природу! Взял нож заколоть сына своего! Но кому здесь более удивляться и изумляться? Мужественному ли духу правца или покорности сына? Он не убежал, не огорчился поступком отца своего, но повиновался и покорился его намерению и, как агнец, безмолвно возлежал на жертвеннике, ожидая удара от руки отца, когда все было уже приготовлено и не оставалось ничего более, то благий Господь, желая показать, что он дал ему такое повеление не для действительного заклания сына, а для обнаружения всей добродетели праведника, являет, наконец, и собственное человеколюбие, увенчевая праведника за самое произволение, с той самую решимость правца, принимая за действительно принесенную жертву. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я, как скоро Бог увидел, что праведник готов исполнить его волю, и уже приступает к закланию сына, то и взывает к нему с неба, Авраам, Авраам, вот и здесь употреблено повторение имени, чтобы удержать рвение праведника, и этим возгласом остановить руку правца. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, не налагай на него руки. Я дал свое повеление не для того, чтобы на самом деле оно было исполнено, и я желаю не того, чтобы ты заклал своего сына, но чтобы для всех сделался очевидным твое послушание. Не делай, я довольствуюсь самым произволением твоим, и за него увенчиваю и прославляю тебя. Ныне я познал, что ты боишься Бога. Посмотри, какое снисхождение в этих словах. Что же, разве прежде того Господь не знал добродетели праведника, а только теперь узнал ее? Нет, не то он говорит, будто сам только теперь узнал. А что? Ныне, говорит, ты всем показал, насколько искренне имеешь ты страх пред Богом. Я, конечно, знал раба моего, но дело ныне тобою совершенное, сделается предметом назидания и для современников, и для будущих поколений. Ныне ты всем показал, как ты боишься Бога, и усердно исполняешь его повеление. И не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, столь дорогого для тебя и столь искренно того и любимого сына. Ты не пощадил ради меня, ради требования моего, ради повеления, данного мною, но мое повеление предпочел любви к своему сыну. Зато и возьми опять к себе сына твоего, ведь я обещал тебе умножить потомство от семени твоего. Иди теперь, увенчанный за послушание, я и одно произволение считаю достойным увенчания, и доброе намерение награждаю. И пусть на самом деле сбудется то, что ты сказал слугам твоим Исааку, ты обещал им поклониться и возвратиться. Так и будет. А на вопрос где овца было сказано Богу смотрит, посмотри же кругом себя и увидишь предсказанное тобою овна, его и принеси во всесожжение вместо сына. И возел Авраам очи свои увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего. Я видел, говорит Бог, благочестие в сердце твоем, вот и приготовил тебе то, о чем ты предварительно сказал сыну своему. Видишь ли, человеколюбие Божие, и жертва совершена, и правотец показал благочестие души своей, получил венец за одно свое доброе намерение, и взяв обратно сына, возвратился с бесчисленными венцами, а все это было прообразованием креста Христова, потому и Христос говорил иудеям, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался, Иоанна 8, 56. Как это видел человек, живший за столько лет прежде, в прообразе, в тени, как здесь овца принесена была вместо Исаака, так и словесный агнец принесен в жертву за весь мир. истинно должна была изобразиться в тени. Посмотри же, возлюбленный, как действительно все было прообразовано в тени. Там сын единородный и здесь единородный, там возлюбленный истинный сын, и здесь возлюбленный единосущный сын, как и говорит Бог Отец, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Исаак приносим был отцом во всесожжение и Христа предал Отец, как восклицает Павел, говоря, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. Здесь явилась тень, а впоследствии открывается истина вещей, гораздо превосходнейшая. В жертву за весь мир принесен словесный агнец. Он очистил всю вселенную. Он освободил людей от заблуждений и привел к истине. Он сделал землю небом, не природу стихии изменив, а водворив между земными людьми жизнь небесную. Он уничтожил всякое служение демонам. Через него люди уже не поклоняются более камням и деревьям, и одаренные словом не почитают бесчувственных истуканов. Уничтожено всякое заблуждение, и свет истины просветил вселенную. 524 видишь превосходство истины, видишь что тень и что истина. Стих 14 «И нарек Авраам имя месту тому и Иегова и Рэ». То есть Господь усмотрит. Посему и ныне говорится «на горе Иеговы усмотрится». Заметь благочестивое чувство праведника, как он всякий раз дает название местам, послучившимся на них событиям, желая увековечить в самом названии этого места, как бы на каком медном столбе, бывшее на горе посещение Божие. Авраам нарек имя месту тому, как говорит Писание. Достаточно было, кажется, для праведника той награды, что он и возвратил себе Исаака живым и удостоился великой похвалы в словах Господа ныне познал, что ты боишься Бога. Но щедролюбивый Бог, которого дары и благодеяния всегда превышают наши соображения, осыпает и теперь своими щедротами праведника и воздавая ему награды за наградами, говорит опять и вторично воззвал к Авраму ангел Господень с неба и сказал «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я благословляя благословлю тебя и умножаю умножу семя твое как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся семени твоем все народы земли за то, что ты послушался глаза моего, так как ты исполнил, говорит, повеление мое и вполне показал свое послушание, то слушай, клянусь мною самим, говорит Господь, примечаясь нисхождение Божие, мною самим, клянусь, чтобы ты был уверен, что все сказано мною совершенно исполнится, как люди сопровождая свои обещания клятвой придают им большую твердость и тем успокаивают получающих обещания, так и Господь применяет человеческое обыкновение и говорит мною самим клянусь сам возвращает его сына живым не смотри здесь возлюбленный наконец события но вникни в расположение душевное с каким правотец беспрекословно исполнял повеление а что касается произволения то правотец уже обогрял свою руку кровью уже касался ножом груди сына своего и действительно приносил жертву потому и Господь как бы жертва на самом деле была принесена воздает зато похвалу праведнику и говорит не пощадил сына твоего возлюбленного ради меня но если ты не пощадил его ради моего повеления то я пощадил его ради твоего послушания в награду за такое послушание я тебя благословляя благословлю и умножаю умножу заметь обилие благословения это значит я еще более умножу семя твое сын закланный в намерении твоем распространит потомство твое до такого множества что оно сравняется с числом звезд и с песком все это говорит будет даровано тебе за твое великое послушание не можем ли мы получить также бесчисленные блага если будем оказывать послушание Господу повиноваться его повелением и подобно правоцу не испытывать его повелений а как благомыслящие рабы только исполнять их всякое засуждение повеленным предоставлять самому Господу если так мы приучим сами себя то и мы будем состояние оказывать такое же как право послушание и получить такие же венцы как же мы окажем свое послушание если будем на самом деле исполнять его заповеди не слышите ли закона говорит писание оправданно перед Богом но исполнители закона оправданы будут римлянам 2.13 да и какая нам польза если мы будем каждый день слышать о заповедях Божиих а об исполнении их родить не станем поэтому увещеваю всех поспешим на добрые дела ведь иначе и спастись невозможно очистим грехи наши и таким образом удостоимся милосердия от самого владыки благодати человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу со святым и животворящим духом слава ныне и пресно и во веки веков аминь